Добрый день, дорогие дети и ваши родители! Мы продолжаем читать книгу Бориса Захадера. Сегодня у нас следующая сказка, которая называется «Серая звёздочка». Ну так вот, сказал папа ёжик, сказка эта называется «Серая звёздочка». По названию тебе ни за что не догадаться, про кого эта сказка. Поэтому слушай внимательно и не перебивай. Все вопросы потом. «А разве бывают серые звёздочки?» спросил ёжик. Ежонок маленький, «Если ты меня ещё раз перебьёшь, не буду рассказывать», ответил ёжик. Но заметив, что сынишка собирается заплакать, смельчился. Вообще-то их не бывает. Хотя, по-моему, это странно. Ведь серый цвет самый красивый. Но одна серая звёздочка была. Так вот, жила-была жаба. Неуклюжая, некрасивая. Вдобавок, от неё пахло чесноком. А вместо колючек у неё были, можно себе представить, бородавки. Брррр! К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, что она жаба. Во-первых, потому что была она совсем маленькая и вообще мало что знала. Во-вторых, потому что никто так её не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты, цветы. А ты должен знать, что деревья, кусты, цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабы. Ежонок засопел знак согласия. Ну вот, деревья, кусты и цветы очень любили жабу. И поэтому звали её самыми ласковыми именами. Особенно цветы. А за что они её так любили? Тихонько спросил ёжик. Отец насупился, и ежонок сразу свернулся. Если помолчишь, то скоро узнаешь, сказал ежонок, ежонку ёж. Он продолжал. Когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как её зовут. А когда она ответила, что не знает, очень обрадовались. Ой, как здорово, сказали Анютины глазки. Они первыми увидели её. Тогда мы сами тебе придумаем имя. Хочешь, мы тебя будем называть... Будем звать тебя Анютой. Уж лучше Маргариткой, сказали Маргаритки. Это имя гораздо красивее. Тут мешались её розы. Они предложили назвать её красавицей. Колокольчики потребовали, чтобы она называлась Динь-Динь. Это было единственное слово, которое они умели говорить. А цветок по имени Иван да Мария предложил ей называться Ванечкой, Манечкой. Ежонок фыркнул. И испуганно покосился на отца. Но ёж рассердился, потому что ежонок фыркнул вовремя. Он спокойно продолжал слово. Сбором не было бы конца, если бы не Астра. И если бы не учёный Скворец. Пусть она называется Астра, сказала Астра. Или ещё лучше, Звёздочкой, сказал учёный Скворец. Это значит то же самое, что Астра, только гораздо понятнее. К тому же, она и вправду напоминает звёздочку. Вы только посмотрите, какие у неё лучистые глаза. А так как она серая, вы можете звать её Серая Звёздочка. Вот посмотрите, ребята, здесь на картинке. У нас это жаба, да, которая пришла в сад. И вокруг разные цветы. Розы, астры, колокольчики, маргаритки, анютины глазки. А здесь у нас умная ворона. И все они спорили, как же назвать эту маленькую жабу, чтобы ей было очень даже приятно. И решили назвать Серой Звёздочкой. Тогда уж не будет никакой путаницы. Кажется ясно. И все согласились с учёным Скворцом, потому что он был очень умный. Умел говорить несколько настоящих человеческих слов. И насвистывать почти до конца музыкальное произведение, которое называется, кажется, Ёжик-Пыжик. Или как-то там в этом роде. За это люди построили ему, натопали домик. С тех пор все стали звать Жабу, Серой Звёздочкой. Все, кроме колокольчиков. Они по-прежнему звали её Динь-Динь. Но ведь это было единственное слово, которое они умели говорить. Нечего сказать, Звёздочка прошипел толстый старый слезняк. Вот он здесь у нас нарисован. Он вполз на розовый куст и подбирался к нежным молодым листочкам. Хороша Звёздочка, ведь это самая обыкновенная серая он хотел сказать жаба, но не успел, потому что в этот самый миг серая Звёздочка взглянула на него своими лучистыми глазами и слезняк исчез. Спасибо тебе, милая Звёздочка, сказала роза, побледневшая от страха. Ты спасла меня от страшного врага. А надо тебе знать, пояснил ёжик, что цветов, деревьев, кустов, хотя они никому не делают зла, наоборот, одно хорошее, только есть, тоже есть враги. Их много. Хорошо, что ещё эти враги довольно вкусные. Значит, Звёздочка съела этого толстого слезняка, спросил ёжик, облизываясь. Скорее всего, да, сказал ёжик. Правда, ручаться нельзя. Никто не видел, как звёздочка ела слезняков, прожорливых жуков, вредных гусениц. Но все враги цветов исчезли. Стоило серой звёздочки посмотреть на них своими лучистыми глазами исчезли навсегда. И с тех пор, как серая звёздочка поселилась в саду, деревьям, цветам, кустам стало жить гораздо лучше. Особенно цветам, потому что кусты и деревья защищаются от врагов. Защищают от врагов птицы, а цветы защитить было некому. Для птиц они слишком низкие. Вот почему цветы так полюбили серую звёздочку. Они расцветали от радости каждого утра, когда она приходила в сад. Только и слышно было «Звёздочка, к нам! Нет, сперва к нам! К нам!» Цветы говорили и самые ласковые слова, и благодарили, и хвалили её на все лады. А серая звёздочка скромно молчала, ведь она была очень-очень скромная, и только глаза её так и сияли. Одна сорока, любившая подслушивать человеческие разговоры, однажды даже спросила, правда ли, что у неё в голове спрятан драгоценный камень, и поэтому её глаза так сияют. «Я не знаю», смущённо сказала серая звёздочка, «По моему, нет». «Ну и сорока, ну и пустомеля», сказал учёный скворец, «не камень, а путаница, и не у звёздочки в голове, а у тебя серой звёздочки, у серой звёздочки лучистые глаза, потому что у неё чистая совесть, ведь она делает полезное дело, кажется, ясно». «Папа, можно задать вопрос?» спросил ёжик. Все вопросы потом. Вот смотрите, здесь у нас нарисована роза, красивый куст розы, и на нём ползла, полз слезняк, который хотел съесть вот эти нежные листочки, но серая звёздочка, жаба, она не позволила ему, она его быстро съела, посмотрела на него, и не стало этого слезняка. «Ну, пожалуйста, папочка, один вопрос, один, ну, так и быть. Папа, а мы, мы полезны?» «Очень», сказал ёжик. «Можешь не сомневаться, ну, слушай, что было дальше?» «Так вот, как я уже сказал, цветы знали, что серая звёздочка добрая, хорошая и полезная, знали это и птицы. Знали, конечно, и люди, понятно, умные люди, и только враги цветов были с этим не согласны. Мерзкая вредная злючка, шипели они. Конечно, когда звёздочки не было поблизости у родина, гадость, скрипели прожорливые жуки, надо расправиться с ней, говорили им гусеницы, от неё просто нет жилья. Правда, на их брань и угрозы никто не обращал внимания. И к тому же врагов становилось всё меньше и меньше, но на беду в дело вмешался ближайшая родственница гусеницы, бабочка крапивница. На вид она была совершенно безобидная и даже хорошенькая, а на самом деле ужасно вредно. Так иногда бывает. Да, я забыл тебе сказать, что серая звёздочка никогда не трогала бабочек. Почему? спросил ёжик. Они невкусные? Совсем не поэтому. Глупыш, скорее всего, потому, что бабочки похожи на цветы, а ведь звёздочка так любила цветы, и, наверное, она не знала, что бабочки и гусеницы одно и то же, ведь гусеницы превращаются в бабочек, а бабочки кладут яйца и из них выходят новые гусеницы. Так вот хитрая крапивница придумала хитрый план, как погубить серую звёздочку. Я скоро спасу вас от этой мерзкой жабы, сказала она своим сестрёнкам гусеницам своим друзьям жукам и слезнякам и улетела из сада. А когда она вернулась, за ней бежал очень глупый мальчишка, а потом вдруг спорхнёт перед самым его носом и перелетает на следующую клумбу. И так она заманила очень глупого мальчишку в самую глубину сада на ту дорожку, где сидела серая звёздочка. Видите, мальчик бежал с камнем и хотел поймать бабочку, она его заманила, а она, наоборот, навела на лягушку, на жабу на эту. А когда она вернулась за ней, бежал очень глупый мальчик, и этот хитрый гусеница делала вид, что вот-вот попадёт, сядет на цветочек, перетвориться, будто не заметила очень глупого мальчишку, а потом вдруг спорхнёт перед самым носом и улетит на следующую клумбу. И так она заметила очень глупого мальчика, самую заманила. И так она заманила очень глупого мальчика в самую глубину сада, на ту дорожку, где сидела серая звёздочка и беседовала с учёным скворцом. Крапивница была сразу же наказана за свой подлый поступок. Учёный скворец молнией светел с ветки и схватил её клювом. Но было уже поздно. Очень глупый мальчик заметил серую звёздочку. «Жаба, жаба!» закричал он очень глупым голосом. «У-у-у, какая противная! Бей жабу, бей!» Серая звёздочка сначала не поняла, что он говорит о ней, ведь её никто ещё не называл жабой. Она не двинулась с места. И тогда, когда очень глупый мальчишка замахнулся на неё камнем, звёздочка «Спасайся!» отчаянным голосом крикнул ей учёный скворец, чуть не подавившийся крапивницей. Вот, смотрите, ребята, видите, звёздочка сидела, разговаривала со скворцом, а бабочка заманила мальчика, а тот увидел жабу и хотел камнем бросить в неё. но скворец её спас, сказал, чтобы она убегала. В ту же минуту тяжёлый камень шлёпнулся на землю рядом с серой звёздочкой. К счастью, очень глупый мальчишка промахнулся, и с серой звёздочка успела отскочить в сторону. Цветы и трава скрыли её из глаз, и очень глупый мальчишка не внимался. Он подобрал ещё несколько камней и продолжал швырять их туда, где шевелились трава и цветы. «Жаба, ядовитая жаба!» кричал он. «Бей уродину!» «Дурачок, дурачок!» крикнул ему учёный скворец. «Что за путаница у тебя в голове? Ведь она полезная!» «Кажется ясно!» Но очень глупый мальчишка схватил палку и полез прямо в розовый куст, туда, где, как ему казалось, спряталась звёздочка. Розовый куст изо всех сил уколол его своими острыми колючками. И очень глупый мальчишка с рёвом побежал из сада. «Ура!» закричал ежонок. «Да, брат, колючки это хорошая вещь», продолжал ёжик. «Если бы у серой звёздочки были колючки, то совсем ей бы не пришлось так горько плакать в этот день. Но, как ты знаешь, колючек у неё не было, и потому она сидела под корнями розового куста и горько-горько плакала. «Он назвал меня жабой», рыдала она, «Уродиной», так сказал человек. «А ведь люди всё-всё знают, значит, я жаба, жаба». Все утешали её, как могли. Они теногласки говорили, что она совсем останется их милой серой звёздочкой. Розы говорили, что красота не самое главное в жизни. С их стороны она была немалой жертвой. «Не плачь!» «Ванечка, Манечка!» повторяли Иван да Марья, а колокольчики шептали «Динь-динь!» «Динь-динь!» И это даже звучало очень утешительно, но серая звёздочка плакала так громко, что не слышала утешений. Так всегда бывает, когда начинаешь утешать слишком рано, цветы этого не знали, но зато это прекрасно знал учёный скворец. Он дал серой звёздочке волю выплакаться, а потом сказал, «Я не буду тебя утешать, дорогая, скажу тебе только одно, дело не в названии, и уж во всяком случае совершенно не важно, что про тебя скажет какой-то глупый мальчишка, у которого в голове одна путаница, для всех твоих друзей ты была и будешь милой серой звёздочкой, кажется ясно, и он засвистел музыкальное произведение про про ёжика пыжика, чтобы развеселить серую звёздочку, и показал, что считает разговор оконченным. серая звёздочка перестала плакать. Ты, конечно, прав, скворушка, сказала она, конечно, дело вне названии, но всё-таки, всё-таки я, пожалуй, не буду больше приходить в сад днём, чтобы что-нибудь не встретить, кого-нибудь глупого, и с тех пор серая звёздочка, и не только она, а и все её братья, сёстры, и дети, и внуки приходили в сад делать своё полезное дело только по ночам. Ёжик откашлялся и сказал, теперь может задавать вопросы. Сколько спросил ежонок? Три ответил ёжик. Ой, тогда первый вопрос, а правда, что звёздочка, то есть жабы, не едят бабочек, или это только в сказке? Правда? А очень глупый мальчишка говоришь, что жабы ядовитые. Это правда? Чепуха. Конечно, брать её в рот. Я тебе не советую, но они совсем не ядовитые. А правда, что уже третий вопрос? Да, третий всё. Как всё? Так ведь ты уже задал его? Ты спросил. Это уже третий вопрос? Ну, папа, ты всегда дразнишься. Ишь, какой умный. Ну, ладно, так и быть, задавай свой вопрос. Эх, забыл. Ах, да, куда же всё-таки исчезли все эти противные враги? Ну, конечно же, она и глотала. Просто она была быстро, просто она так быстро хватает их своим языком, что никто не может за этим уследить. И кажется, будто они просто исчезают. А теперь у меня есть вопрос. Пушистенький мой, не пора ли нам спать? Ведь мы с тобой тоже полезны и тоже должны делать своё полезное дело по ночам. А сейчас уже утро. Вот смотрите, ёжик папа и ежонок. Этот ёжик рассказывал сказку про серую звёздочку. А маленький ежонок слушал. А теперь уже пора им спать. Ну, наверное, вы тоже перед сном кто-то слушаете сказки, и поэтому, может быть, вам тоже пора спать. Я вас прошу, не обижайте никого вокруг себя, живите дружно и счастливо. Подписывайтесь на мой канал, и всего вам доброго. До свидания. свидания. Субтитры